из данных текстов мы с вами видим что логос существует в форме бога то есть имеет природу бога это видно в филиппийцах 2 глава 6 текст также ивангят иоанна 1 глава 1 текст слова было бог когда логос воплотился родился человеком он принял форму или природу человека филиппийцам 2 глава 7 текст форму раба принял подобие людей родился и ивангят иоанна 1 глава 14 текст и слова плотью родилось и поселилась у нас и так возникает вопрос из данных текстов очевидно что мессия иисус христос или господь иисус христос имел природу бога и природу человека и возникает вопрос как эти две природы между собой согласовывались данный вопрос заинтересовала богословов еще самого раннего христианства и интересует по наше с вами время то есть люди пытаются понять пытаются объяснить и поэтому выработались определенные богословские взгляды или теории на данный вопрос сейчас мы с некоторыми из них с вами познакомимся с основными первый такой богословский взгляд или богословская интерпретация данных текстов попытка все это увязать заключается в следующем что в иисусе христе были две природы но они находились раздельно они не смешивались они не соединялись они присутствовали раздельно природа бога и природа человека следующая богословская интерпретация заключалась в том что считалось что в нем есть только одна природа и это природа есть божественная природа и божественная природа в иисусе христе поглотила человеческую природу и наконец третья такая одна из основных богословских позиций и попыток интерпретировать это все заключается в том что считается что в нем существует существовали две природы природа бога и правда человека но эти природы при этом слились вместе при его воплощении давайте теперь подведем итог то что очень явно и очевидно видно и вне всяких сомнений что при воплощении логоса воплощенном логосе то есть в иисусе христе было две природы природы бога и природа человека это явно из этих текстов остальное как эти природы взаимодействовали или сосуществовали в иисусе христе это есть просто толкование людей попытка истолковать это все понять представить потому что в тексте библии информации о том как эти природы взаимодействуют мы не находим нам не дано этой информации но пытливый человеческий ум хочет все истолковать логически обосновать и понятия поэтому появились вот три таких основных теории что эти природы сосуществовали раздельно первая теория либо вторая теория это то что божья природа поглотила человеческую природу и третья теория это то что божья природа человеческая природа они сосуществовали с лет на то есть они слились вместе но как вы понимаете это всего лишь толкование интерпретации но беда в том что люди которые начали это истолковывать, они на этом не остановились. Они возвели свои интерпретации на уровень истины Божьей. Свои толкования, свои интерпретации они стали считать истинной Божьей. Даже более того, такой подход послужил к разделению, к тому, что разные группировки, которые придерживались разных теорий, начали друг друга обвинять в ереси, отлучать. И что самое печальное, это продолжается и действует в наше с вами время. Сейчас это все действует. Поэтому я хочу предложить, на мой взгляд, очень здравомысленный подход и правильный подход. Мы должны принимать только то, что явно и очевидно в тексте, как в данном случае, что в нем сосуществовали природа Бога и природа человека при его воплощении. Все остальное, как они там существовали, как они взаимодействовали, это есть уже толкование других людей, возможно, авторитетных людей, исторических богословов. И к этому надо относиться просто как толкованию. Не делать это из этого толкования истину Божию. А лучше не пытаться это все объяснить. Нет информации, чтобы понять, как это все взаимодействует. Нам не дано этой информации. И как мы можем объяснить, если нам этого не дано? Наша логика, она не настолько сильна и, так сказать, не на уровне Божьей логики, чтобы мы могли это все логически как-то объяснить и понять, и постигнуть. Поэтому мне хочется призвать вас держаться смысла ясных текстов. Это поможет нам сохранить единство. Это нас убережет от того, что мы можем о Боге неправильно натолковать, то есть не станем лжецами пред Богом. И это поможет нам иметь здравое представление о Боге. Да благословит вас в этом Господь Бог. Субтитры создавал DimaTorzok